Здорово, парни! На крайнем стриме обещался вам записать небольшой ролик по интересному мувменту в трёшке на таможне. То есть разные запрыжки там через окна, чтобы застать противника врасплох, или же наоборот. Интересно разыграть соперника, который просто сидит в позиции и ждёт, пока ты побежишь к нему по коридору. Обычно вся тактика типов, которые заняли трёшку вперёд тебя, заключается в том, чтобы сесть примерно у меченки и типа вот так контролить коридор. На этом их тактика заканчивается. Что можно в этом случае сделать? Самая элементарная и простая, это то, что вы видели у меня на каждом стриме, там каждый мой видос, кидается граната и через вот эту комнату звук взрыва гранаты выпрыгивается в огно. Тем самым, как бы противник не слышит ваш прыжок и не знает, что вы будете штурмовать его уже с крыши. Есть похожая, тоже прокидывается граната, но выпрыгивается на крыше уже через комнату через кровать. Есть запрыжка посложнее, но интереснее. Не знаю, сколько нужно силы, чтобы её исполнить. У меня где-то сил, по-моему, было около 40, когда я попробовал сделать её, она у меня получилась. В общем, исполняется она из окна второго этажа пристроя и запрыгивается на кондёр. Вероятно, она будет эффективна, если соперники заняли весь третий этаж и не подпускают тебя даже на центральную лестницу. Также, например, из этой же самой позиции можно разыграть соперника, который сидит на втором этаже пристроя. Поднимаетесь на третий этаж, запрыгиваете в эту комнату и вы уже на втором этаже пристроя. Далее. Примерно из этой позиции можно, опять же, играя по инфе, зная, что противники заходят в первый этаж пристроя, спрыгнуть здесь. То есть, оказалось, что у них в спине. Вряд ли они будут такого ожидать. Из этой позиции можно тоже зараживать второй этаж, если он контролится уже противником. Скорее всего, он стоит на кучу мусора. Есть вот такой прыжок с металлической лестницей. Конечно, звук битого стекла может спалить, но если противники настолько тактикульны, что контролят всю одну точку, то может и проконать. Далее. Если вдруг вы гоняетесь с соперниками где-то на первом-втором этаже, бегаете за друг другом по лестнице, можно себе подготовить вот такой мув, предварительно открыв дверь на втором этаже, напротив ступенек и выпрыгнув в окно третьего этажа, упав на козырек. Если вы оказались на крыше и вас уже рашат по коридору, закидывая гранаты, можно попробовать отыграть вот так. Или же наоборот, сменить позицию на этаж ниже, выпрыгнув в окно второго этажа пристроя. Можно сделать чуть проще, для этого понадобится бейсбол, потому что там есть большая вероятность сломать с себя ноги. Просто прыгнуть на перила металлической лестницы и со стороны полотника. Прыжок этот делается лонг-джампом так называемым, это когда персонаж прыгает с правой ноги. Его нужно тренировать, с первого раза он вряд ли получится, но его можно делать уже даже на самых первых уровнях прокачки вашего персонажа. Для того, чтобы распекать противников, которые подходят к вам от магазина, можно воспользоваться окном в душевых. Обычно, когда прокидывается граната, они начинают бегать в кустам, в панике, и можно кого-то заспреить. Для того, чтобы спрыгнуть, не сломав себе все ноги в черноту, можно воспользоваться контером. Вообще, заходить в трешку можно не так, как все, не с первого этажа по железной лестнице или с душевых первого этажа. Которые, кстати, сильно палевные, потому что там на полу битая плитка, и сразу понятно, в какой комнате вы находитесь. Можно заходить, например, вот с этой комнаты. Когда вы проходите сквозь стекло, оно не бьется и не издает никаких звуков. То же самое в кухне на первом этаже пристроя. Можно запрыгнуть двумя прыжками. Цель этого видео – показать комьюнити Таркову, что не обязательно сидеть каменной горгулей и ждать, пока к вам в прицел придет соперник. Ведь можно потратить немного времени, зайдя в ПВЕ, побегать по локации, изучить пару таких моментов. И вам будет самим приятнее играть, особенно при культуре и удивлении соперника, когда вы его переиграете вот таким образом. На этом все. Хороших вам рейдов. Спасибо за просмотр. Если вдруг видео понравилось, не забудьте поставить лайк, может быть даже подписаться. Спасибо за просмотр.